Книга «Открытым оком» Автор Игнатий Тихонович Лапкин Мы продолжаем наше чтение пособия по Евангелию от Марка Урок 5 Евангелие от Марка 5 глава с 21 по 34 стих Когда Иисус переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его. И усильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много протерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав оба Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелела от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Тчерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». С какой жадностью должна была ловить женщина слухи об исцелениях, совершаемых Христом, пока она не решилась, возложив последнюю свою надежду на Него, прийти к Нему сама со своей нуждою и безнадежным состоянием, когда специалисты не помогли? Какая разница толпиться и прикоснуться? Почему Христос не дал уйти женщине так же незаметно, как она подошла? Вопрос. Стих 34. Он же сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Мгновенное исцеление и мир. Не мысли о Христе и нерелигиозные чувства помогают, а личное обращение к Нему. Четыре раза говорит Он, «Вера твоя спасла тебя». Что это значит? Евангелие от Луки, 7 глава, 50 стих. Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Евангелие от Луки, 8 глава, 48 стих. Он сказал ей, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Евангелие от Луки, 18 глава, 42 стих. Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя». Послание Иакова, 2 глава, 17 стих. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». О какой-нибудь заслуге здесь и речи нет. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 37 стих. Этот стих явился якорем спасения для многих. Евангелие от Марка, 5 глава, 35 по 43 стих. «Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им, «Что смущаетесь и плачете?» Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми, что значит девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. И, видевшие, пришли великое изумление. И отстрого, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. В больших синагогах нередко бывает несколько начальников или старств. Это мы читаем Деяния, 13 глава, 15 стих. После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им, «Мужи и братья, если у вас есть слово и наставление к народу, говорите». Евангелие от Луки, 13 глава, 14 стих. При этом начальник синагоги, негодующий Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должны делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Они не принадлежали глуховенству. Удивительно, как скорбь смиряет человека. Стих 23. Вдруг приходит ошеломляющая весть для отца о кончине дочери. Христос тотчас, как бы подхватывая утопающего, говорит ему, «Не бойся, только веруй». Римлянам, 4 глава, 18 стих. Он сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделал с отцом многих народов, по сказанному, «Так многочисленно будет семя твое». Читаем Марка, 9 глава, 2 стих. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился перед ними. 14 глава, 33 стих. И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать. Иеремия, 9 глава, 17 стих. «Так говорит Господь Саваоф, подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли, пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли». Какой контраст быть у адра смерти верующей в верующей семье? 1 Фессалоникийцам, 4, 13. «Не хочу же оставить вас, братья в неведении, об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 24 стих. «Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет воскресенье в последний день». Риблина, 8 глава, 38 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». «Смерть друзей Господь называет сном». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 12 стих. «Ученики Его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет?» И Иисус говорил о смерти Его, а они думали, что Он говорил о сне обыкновенном. Деяние, 7 глава, 60 стих. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмини им греха сего!» И, сказав сие, «Почил». Евангелие от Матфея, 27 глава, 52 стих. «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли». Деяние, 13 глава, 36 стих. «Давид, в свое время, послужив извалению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление». 1 Коринфянам, 15 глава, 6 стих. «Потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 и 51 стих. «Истина, истина говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». 8 глава Евангелия от Иоанна, 51 стих. «Истина, истина говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Понятно, почему Христос не желал, чтобы это разглашалось, иначе бы ему не было бы прохода, и мысли всех были бы отличены от его главной цели. Евангелие от Марка, 6 глава, 1 по 6 стих. «Оттуда вышел он и пришел в свое Отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. Не плотник ли он сын, сын Марии, брата Якова, Иосии, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем, у сродников и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил их. И дивился, не верю их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И в наши дни многие восхищаются учением Христа, но соблазняются в его божественности. Даже самый лучший христианин встретит хотя бы некоторое время отпор со стороны близких ему лиц, еще не уверивших. Стих 4. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем, у сродников и в доме своем. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 5 стих. Евангелие от Марка, 21 по 31 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 21 по 31 стих. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела Его, потому что они в Боге соделаны. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоановых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобой при Иордании, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я поспослан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуются, слыша голос жениха. Съята радость моя исполнилась. Ему должен расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли, земной и есть, говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех». Далее труднее всего. Но он не мог идти против основного духовного принципа. «По вере вашей да будет вам». Мы это читаем. Евангелие от Матфея, 8 глава, 13 стих. 9 главе Матфея, 29 стих. «Тогда он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам». 15 глава Матфея, 28 стих. «Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Вера есть проводник для Божьей силы. Не мешаем ли мы Христу действовать в нас или через нас нашим неверим? Это вопрос, задайте себе. Евангелие от Марка, 6 глава, 7 по 13 стих. «И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать дорогу, кроме одного посоха, ни суммы, ни хлеба, ни меди в поясе». «Но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содома и Гаморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли». Божие повеления содержат в себе божественные полномочия. Мы читаем исход с 10 главой, 3 глава с 10 по 12 стих. «Итак, пойдите, я пошлю тебя к фараону царю египетскому и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу, «Кто я, чтобы мне идти к фараону царю египетскому и вывести из Египта сынов Израилевых?» «И сказал Бог, «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ мой из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Мы читаем Иисуса Новина, 1 глава, 2, 9 стих. «Моисей, раб мой, умер, итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой, Господь, Бог твой везде, куда не пойдешь». Книга Суидий, 6 глава, с 14 по 16 стих. «Господь, возрев на него, сказал, «Иди с эту силою твоею и спаси Израиля от руки Мадьянитян, я посылаю тебя». Гедеон сказал ему, «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином». «И самая бедная, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь, «Я буду с тобою, и ты поразишь Мадьянитян, как одного человека». Иеремия, 1 глава, 6 по 9 стих. «А я сказал, «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне, «Не говори, я молод, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь, не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», сказал Господь. «И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, «Вот, я вложил слова мои в уста твои». 17 по 19 стих. «А ты припояшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе, не молодушство перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот, я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медной стеной на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». 2 Коринфянам 12 глава 9 стих. «Но Господь сказал мне, «Доволен для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Почему Христос посылает по два ученика вместе? Книга Екклезиаста, 4 глава 9 по 10 стих. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». «Не брать с собой ничего, чтобы не быть тяжелыми на подъем». Псалом 8,6-7. «И поющие, и играющие все источники мои в тебе». Евангелие от Луки, 22 глава, 35 стих. «И сказал им, «Когда я послал вас без мешка, и без суммы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали, «Ни в чем». «Мы можем с пользой передавать другим только то, что мы сами пережили». 1 Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осизали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствовали, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом». Евангелие от Луки, 24 глава, 48 стих. «Вы же свидетели сему». Деяние 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Деяние 26 глава, 16 стих. «Но встань и встань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». Покаяние – это не вздохи, слезы и излияние чувств, а перемена курса корабля, перемена внутреннего отношения человека к Богу и к греху, поворот кругом от греха к Богу. Понятно, что без этого никакого спасения быть не может. Иеремия, 7 глава, 24 стих. «Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом». «Нельзя принимать дары от человека, пока стоишь к нему спиной». Деяние, 17 глава, 30 стих. «И так, оставляя времена невидения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Отрясите прах не в знак мести, а как предостережение об ответственности». Евангелие от Марка, 6 глава, 14 по 29 стих. «Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя Его стало гласно, говорил, «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили, «Это Илья». А иные говорили, «Это пророк, или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал, «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, «Не должен тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, много делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшим галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей, «Чего не попросишь, у меня дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, «Чего просить?» – та отвечала, «Головы Иоанна Крестителя». И он точишь, и она точишь пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не заходил отказать ей. И точишь, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову на блюде и отдал ее девице, а девица отдал ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. Хотя в Ироде и проснулась совесть, но он не хотел расстаться с возлелеянным грехом. возлелеянным грехом. Это обстоятельство влекло его в новый, еще худший грех. Даже против его собственного желания привело к убийству Иоанна. Таково ужасное сцепление грехов. Иоанна, восьмая глава, тридцать четвертый стих. Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Ирод не имеет покоя. Память об убитом преследует его, никогда ни в чем не извинительно поступать против своей совести. Для слуги Всевышнего главное не личный успех или избавление, а совершение того дела, которое Бог ему поручил, исполнение воли Божией до конца. Второе Тимофея, четвертая глава, шестой по восьмой стих. Ибо я уже становлюсь жертвую, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь доготовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Позорный на вид кончины является тогда началом вечной славы. Откровение, 2 глава, 10 стих. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будьте, будь верен до смерти, и дам тебе менять жизни. Евангелие от Марка, 6 глава, 30 по 44 стих. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. народ народ увидел, как они отправились, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни, селения, и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть?» Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов? пойдите посмотрите». Они узнав сказали, «Пять хлебов и две рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы и возрев на небо благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и две рыбы разделил на всех. И ели все насытились и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных короб. Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей. В это время Христос достиг апогея своей популярности. Под влиянием обаяния личности Христа, его речей и чудес, в народе возникает сильнейшее брожение. Он готов видеть в нем обещанного Мессию и хочет прийти, нечаянно взять его и превозгласить царем. Это мы читаем в Ивангелет Ивана 6 главой 15 стихе. Если бы он только был человеком реформатором, то такое народное движение прямо входило бы в его интересы. Но он знал, что его царство не от мира сего, и мессианский путь ведет сначала на Голгофу. С удивительной силой характера он с этого времени сам нарочно разрушает свою популярность парадоксальными на вид изречениями. Ивангелие от Иоанна 6 глава 36 по 37 стих. Но я сказал вам, что вы не видели меня и не веруете. Все, что дает мне Отец ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ивангелие от Иоанна 8 глава с 21 по 59 стих. Опять сказал им Иисус, я отхожу и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им, вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверите, что это я, то умрете во грехах ваших. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об отце. И так Иисус сказал им, когда вы изнесете сына человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям, если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали, мы семья Авраамова, и не были рабами никогда, никому никогда. Как же ты говоришь сделается свободным? Иисус отвечал им, истина, истина говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семья Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшим вам истину, который услышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали ему. Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога ишел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей, потому что не можете слышать слова моего? Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеку убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем «А как я истину говорю, то не верите мне? Кто из вас обличит меня в неправде? Если я же говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии, вы потому не слушаете, что вы не от Бога? На это иудеи отвечали и сказали ему «Не правда ли мы говорим, что ты самоленин и что бес в тебе? меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истина, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Христос сосредотачивает свои усилия на подготовлении тесного круга учеников к разумению, а затем и к провозглашению Божьего плана спасения. Ученики в обществе Христа вели себя естественно и непринужденно. Первая Марка, 37 стих. «И найдя его, говорят ему, все ищут тебя». Четвертая Марка, 4 глава, 10 стих. «Когда же остался без народа, окружающий его, вместе с двенадцатью, спросили его о притче?» Пятая глава Марка, 31 стих. «Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Шестая глава Марка, 35 стих. «И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Но бывали случаи, когда они стеснялись его присутствия. Восьмая глава, 16 стих Евангелия от Марка. И рассуждая между собою говорили, «Это значит, что хлебов нет у нас». Девятая глава Марка, 32 по 33 стих. «Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Кабернаум, и когда был в доме, спросил их, «О чем дорогой вы рассуждали между собою?» Христос никогда не думал о себе и о собственных удобствах. Человеческая нужда всегда вызывала в нем одно только сердечное деятельное участие, и он опять начинает много и долго учить народ». 2 Коринфянам, 12 глава, 15 стих. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Так ли мы поступаем? Без самоотречения услуги Божьего не будет плода». Иоанна, 12 глава, 24 по 25 стих. «Истина, истина говорю вам, если пшеничное зерно пав землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечно». Эгоизм всегда обрекает христианина на бесплодность. «Мы должны все наши таланты до последнего пускать в оборот». Матфея, 25 глава, 14 и 25 стих. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой земле, вот тебе твое». «И не думать, что они слишком незначительны таланты, они умножаются при употреблении, не иначе. Дело не гипноза, так как едва ли пять тысяч человек голодных довольствовались бы мнимой раздачей пищи». Третье царство, 17 глава, 14 стих. «Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масла в кушине не будет до конца и не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Четвертый царств, 4 глава, 2 стих, 42 стих и 44 стих. «И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме, она сказала. Нету рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». «И сказал он, подайте муки». И всыпал ее в котел и сказал, Гезию, наливай людям, пусть едят. И не стало ничего вредного в котле. Пришел некто из Валаам Шалиши, Ваалши, Шалиши, и принес человеку Божию хлебный начаток, двадцати тюменных хлебцов и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей, отдай людям, пусть едят. «Откар, львы, львы, Субтитры создавал DimaTorzok